ребята у нас сейчас лето уже прямо наступила и дальше решила что она очень хочет окрошки очень ну и купила тут картошки огурцов но там же еще надо колбаску редиску что-то еще в общем колбаску хорошего дальше вроде как бы присмотрела в белорусском магазине и квас где-то тоже в той же стороне конечно на квасе хотим окрошку вот дальше уже ушла в этот белорусский магазин я тут пока работал то с этим и рабочее место кто забыл и поеду сейчас догонять вот хочу посмотреть вдруг там есть классный белорусский сыр прям обожаю его тем более что местный сыр он в данных целях ну не там не совсем подойдет не под окрошку а именно для разных блюд чтобы там расплавить его например на картошечку его и так далее вот все таки твердый сыр прям вообще one love ну и с вином тоже твердый сыр белорусский пармезан ладно не смейтесь надо мной нет там конечно пармезана но просто твердый вкусный сыр есть вот поэтому поеду я в сторону даши туда в белорусский магазин и тоже хочу пошопиться вот доехал до магазина белорусских продуктов сейчас посмотрю дашка здесь или нет или я где-то упустил ее по пути вот я посмотрю вот таки в итоге в батуми нашел только одну бочку с квасом на меликешвили горгеладзе сразу взял себе стаканчик и 2 литра домой на окрошку 83 большой стакан 40 т3 маленький и 2 лари стоит литр красота как старые добрые времена ну что за золотая женщина она мне еще на сдачу там каких-то 20 т3 еще навела стакан вида пейте уже говорит на здоровье золотой человек так что поболтали обо всем довольно мило вот блин люблю за это грузию люди хорошие и хотят общаться а тут же по соседству продают вкусные шоти я конечно же взял на обед все пора домой будем делать окрошку ну что все закончилось очень даже я в итоге катался по батуми на мотоцикле и выглядывал где есть бочки с квасом потому что ни в одном магазине его почему-то нет и только в одном месте я нашел бабулечку которая сидела рядом с бочкой продавала этот желанный напиток все все ингредиенты даша закупила класс я тоже приобрел на мотоцикле привез его домой и мы уже постругали окрошку сейчас ждем в гости антона с катей такой вот у нас будет обед что это вы в пивной пижаме они вкусно а это классная то есть когда надо на квасная когда надо на пивной а я шлопа все а ты попробуй универсал просто человек не хэтчбэк а универсал вообще не любите до крошки люблю отдельно салат отдельно классный но тут очень вкусно окрошка оказалась вот такой зачетный ребятам тоже очень понравилось вот а я когда днем проезжал мимо магазинах ездил за квасом искал я поезжал мимо своего барбершопа увидел ваню с усами и тут же договорился постричься потому что мне уже пора вот в общем не теряя времени иду к нему не ну что ваня прям красавчик смотрите как сделал хорошо но он прям тщательно дотошно каждый прям вот миллиметр но блин долго если честно я почему-то думал что мы за час справимся но грел надежду что вообще за 40 минут до но край вообще был час заложен в итоге час двадцать меня там лёша ждет уже как бед сколько да кстати сейчас встречаюсь с лёшей если он не ушел мне так неудобно опаздывать придом так намного но тут я ничего не могу поделать я же не мог уйти с на половину стриженной головой хорошо что встречаемся близко алексеюшка где ты лёша нет нету его все ушел наверно я тоже ушел нафиг надо столько стоять ждать не не ушел ясно дорогой антон идет куда хорошо ну погуляли мы значит по парку пообщались вы думаете куда мы зашли бар си нори в общем что-то снова сегодня дегустируем добрый вечер ну что ребят мы вчера с лёшей пока ходили по барам и просто гуляли мы придумали один гениальный план хотим мы на выходные поехать в тбилиси на пивной фестиваль плюс заехать на завод который они строят на пивоварню и еще при этом прокатиться наверное до боржоми и бакуриани по южному пути от тбилиси в общем план на самом деле очень интересный даша сказала что пивной фест ей совершенно не интересен но я думаю она погуляет в это время остальное вроде бы даже как бы их заманчиво звучит ну и плюс оставаться на четыре дня дома совершенно одной и же будут скучно в конце концов но не хочет на пивной фест пускай погуляет где-нибудь по городу что-нибудь интересное посмотрит в любом случае это будет намного веселее и познавательнее чем просто остаться дома вот антон пока сомнениях ехать не ехать что-то у него там получается по его планам по его расписанию вот но тут уж он сам решит у нас поездка организовывается аж на четыре дня я буду работать в это время иногда иногда отдыхать вот максимально постараюсь сделать все в ближайшие там пару дней до этой поездки чтобы максимально освободиться на арте дни вот в общем такая вот новость сейчас дашу я отправил на массаж чтобы ее там промяли хорошенечко я тем временем спокойно поработал дома и вот собственно наша закончила и мы решили встретиться но начать нашу встречу я предложил с прекрасного грузинского супа чака пули тем более пока ткемали еще свежие надо ловить момент а мы с дашей пришли в ресторан перасмане это место где вечерами вообще всегда все занято и тут на самом деле очень много грузин едят поэтому вместо реально считается очень вкусным и не таким дорогим в общем сейчас весна сейчас идет самый сезон эмали это слива местная из которой делают прекрасный соус всем известным но при этом еще и делают потрясающий суп и вот сейчас это свежие ткемали добавляют именно в местный национальный суп чака пули называется он делается ребят внимательно не поверите это телятина много-много травы тархун ткемали и белое вино то есть суп на основе белого вина он невероятно пахнет вот какой-то свежестью и очень много приятных трав и специй вот это обязательно нужно попробовать он очень очень вкусный это потрясающе особенно если вы весной в грузии обязательно пробуйте чака пули не хватило мне немножко этого супа дальше тоже это чувствует поэтому у нас возникла идея зайти в дону и из-за финалить это все кофе и десертом сейчас чуть выберем ну все ребят в общем с тем и пожрать мы закончили было очень вкусно очень я уж не стал уж вот десерты показывает но это прям вообще издевательство было бы если такое вот смотрите не пробовать а дальше мы решили прогуляться по набережной прошлись вдоль моря на золотой час на закатном солнце на улице прекрасно тепло много людей все гуляют шикарная погода шикарное время вообще мы уже поняли что мы тут не туристы у нас уже выкупаем туристов смотрим что они приезжают набирают кучи прямо какие-нибудь черешню например мы так с дашкой думаем по чуть-чуть берем просто на вечерок ну в общем туризм идет сезон начался людей становится все больше и больше и в принципе наверное это даже и здорово для этого региона ну хотя блин тут этой зимой и так было много людей ничего не останавливалась не было ощущения что был не сезон вот в плане цен только будет сезон все хуже все будет дороже вот но невозможно не согласиться с тем что и ну попробовать надо хоть один раз пожить на море вот где курорт подпожить вот в этом это классно если будет возможность обязательно попробуйте так ребят время 7 вечера я сегодня герой прям вообще я много чего сделал там по рекламе я собрал вам выпуск на субботу я сделал для клиента своего ролик вот там по автомобилям вот тоже кстати по классно получилось тачка очень интересная как в кавказской пленнице если помните такой микроавтобус там был советский вот он такую машину отреставрировал ну вот кадры а сейчас иду в гости к лёшах они сделали борщ позвали меня на борщ вот ну и как бы не идти же на борщ с черным хлебушком с лучком с горчичкой не те же с пустыми руками вот взял им чачи в пакетике с надписью любовь несу свою любовь вот но уже подхожу решил прогуляться пешком пока шел встретил пашу паша зажил да там паша травмировался немножко на мотике паша зажил все нормально счастливый вот хочу с ним как-нибудь даже встретиться не на бегу не на скаку не на мотоциклах а просто по-человечески зажили были поболтать вот есть такое желание ой как пахнет-то лаймы за чудо красиво там буро все намазано ресторанная подача блин красотища вот приятно когда зовут тебя на ужин круто что у нас есть тут комьюнити диаспора так ребят значит борщ был вчера великолепен посетили тоже отлично на том все в принципе завершилась вчера но сегодня есть некоторое продолжение этого мы с лёшей с дашей втроем поехали маленькое путешествие по грузии пересечем несколько регионов побываем в самых невероятных местах начиная от курортов заканчивая но я надеюсь пивным фестивалем хотя наверное на нем тоже все не закончится в общем смотрите выпуск будет действительно интересный места будут красивые и как всегда все будет очень вкусно насыщенно и я думаю вам понравится погнали ребята мы недалеко от застафоне и здесь остановились около монастыря георгия победоносца очень красиво сделано и все из камня видно что это довольно взрослое сооружение помимо тут церкви или монастыря то есть еще башня на нее правда сейчас уже нельзя подняться но выглядит все потрясающе все очень ухоженно все красиво в церкви в самой стены расписаны прям везде есть своды на расписные ну и соответственно можно прийти и поставить свечку либо просто понаслаждаться видами в следующей серии ребят в грузии 11 регионов и все они абсолютно разные часть регионов располагается на море часть глубоко в горах но соединяют эти все регионы именно дороги дороги в грузии естественно вы знаете серпантины все понятно но сейчас строят основную артерию магистраль автобан прямо из тбилиси через кутаиси батуми и в турцию это значит что добраться уже в двадцать четвертом году можно будет из тбилиси до моря всего лишь примерно за три часа на данный момент дорогу строят строительство ведут китайцы строит очень активно делают мосты развязки туннели при том очень много туннелей и стройка действительно масштабная вот из-за нее сейчас где-то возникают пробки но в двадцать четвертом году это будет прям бомба тем временем мы сейчас доехали по автобану до перевала собственно которыми ведутся сейчас основные работы и уже по перевалу мы едем по серпантину вдоль сумасшедшей красивой реки вдоль невероятно высоких гор прекрасных пейзажей и просто красоты ребят если будете в грузии не сидите в одном городе перемещайтесь путешествуйте здесь потрясающе нам сейчас посчастливилось посмотреть уже один из новых участков дороги мы ехали по перевалу и в какой-то момент дорога заводит нас на автобан и просто мы по автобану через несколько тоннелей заканчивается один мост сразу следом другой мы просто даже за небольшой открытый участок этого автобана мы столько времени сэкономили в общем классно я прям вообще в предвкушении когда это все откроется кажется можно будет особенно на мотоцикле проснуться сказать поеду в тбилиси погуляю через два часа ты уже там ну на машине часа три вот это будут времена настолько все масштабно сделано что прямо здесь прямо возле стройки дороги китайцы построили небольшой завод по производству бетона и прям здесь никуда возить не надо вот китайцы вообще конечно красавчики не хао братья а это агара территориально это центр грузии и самое главное достопримечательность нем это сахарный завод который действительно снабжает всю грузию но здесь строят новое производство отгадайте чего ладно скажу пиво завод по производству пива и безалкогольных напитков самое интересное что у меня сейчас есть возможность пообщаться с главным технологом этого будущего завода знакомое лицо алексей главный технолог и совладелец будущего завода лишь очень масштабно сколько здесь квадратов как вообще взяли это помещение здесь 500 где-то квадратов с чем-то нашли полуразрушенное помещение то есть продавал сахарный завод а это от него то есть они раз не жевали территорию и продают то есть с той стороны с стороны раньше то все конечно был большой завод сахарный и консервный здание подходящие принципе ремонт как бы небольшой получается фундамент пол есть все есть надо восстанавливать и запускать производство наконец-то в грузии появится по-настоящему крутое пиво здесь пока этого реально дефицит очень мало игроков на рынке но сейчас выйдет очень мощный через совсем непродолжительное время ребята пока строят производство и дальше будут эксплуатировать служить этот завод и вообще работать на нем будут местные люди то есть это рабочие места это налоги в местные муниципалитеты ну то есть это действительно благое дело я считаю это очень круто и территориально завод находится посередине страны это значит что удобно будет поставлять продукцию и в центральные восточные регионы и в западный регион и также в например порт черноморского побережья чтобы отправлять на экспорт короче говоря большое будущее лишь когда примерно хотя бы примерно планируете открыть производство чтобы люди уже понимали когда они смогут попробовать пиво запуску это будет август месяц плюс месяц там на варке сентябрь сентябрь ну со всякими неожиданностями может быть октябрь вот по крайней мере это будет уже в этом году так ну и после пивоварни строящийся мы приехали в горе поесть потому что мы еще не только завтракали рано-рано утром вот заказали чай дальше заказала картошечку а я заказал графинчик вина гору ли мы же в горе сейчас находимся и помимо вина нам уже принесли очень интересный салат в нем креветки мидии апельсин орешки свекла свекла зелень и еще какая-то заправка в общем точно необычно и точно интересно а еще мы заказали лосось в сметанном соусе на сковородочке на глиняной я пробовал такое где-то в ноябре когда мы на лёшу день рождения приезжали это было перфекто вообще в общем решил повторить эти ощущения хорошо живем мы тут решили рыбки взять домой но так как заказывают местные я не хочу я хочу выбрать сам наше будет ну и ребят мы решили взять икорки прямо здесь которую делают в общем ценам такие 500 грамм по акса 60 лари 100 грамм 18 лари 200 грамм 35 лари ну взяли 500 грамм за 60 лари но я позвонил антохе но решили что мы раз пополаме эти 500 грамм потому что нам реально много и часть вообще заморозим часть сразу съедим вот она вообще свежак просто короче я считаю это выгодная история в общем не зря зашли ребят мы приехали в сурами это небольшой поселочек примерно на семь с половиной тысяч человек у лёши здесь забронировано жилье ну смысле он тут недалеко от пивоварни которая строится он тут проживают периодически и здесь огромный второй этаж у них выкуплен и плюс еще территория дома в общем на территории мы решили сделать барбекю и рыбку которая сегодня вылавливал мы ее сегодня зажарим вот она моя девочка вот она готова красивая золотистая он прям золотая рыбка сейчас она хотя бы одно мое желание да исполнит да я такая исполняй ребята у нас просто начался какой-то коллапс у нас дождь палил так что прям ахту сверкает со всех сторон и только все усиливается он прям за диком как будто разогревается он такой прям раз задоривается из по видите за мной как бы еще все хлеще и хлеще я не знаю чем это закончится но мы сидим под крышей в доме на веранде прям вот свежий воздух такой озоновый очень красиво очень это вот вкусно пахнет и очень уютно потому что мы сидим в сухости а тут прям колотит и поливает ой и шум дождя прекрасно это офигенное дополнение сегодняшнего дня мне кажется все получилось отлично